С новостями экономики в ближайшие несколько минут вас познакомлю. Я, Ергали Рамазанула. Новое жилье дорожает, а вторичное дешевеет. И это следует из свежих данных бюро на статистике. За прошедший год дома и квартиры в новых домах выросли в цене почти на 3,5%. Что касается вторичного рынка, там жилье стало дешевле на 3,7%. Аренда показала небольшой рост, менее 2%. В декабре казахстанцы активно обзаводились собственными квадратными метрами. По сравнению с ноябрем показатели увеличились почти на 20%. Всего за прошлый месяц заключено почти 38 тысяч сделок купли-продажи. В Сенате обеспокоены ситуации с казахстанскими компаниями, которые производят лекарства. Депутат Жанна Осанова отметила, производители регулярно жалуются на то, что предельные цены на препараты формируются непрозрачно. Кроме этого, фармкомпании вынуждены ежегодно проходить регистрацию или перерегистрацию утвержденной цены. В результате создалась ситуация, когда производители, несмотря на то, что их устраивают, предельные цены прошлых годов вынуждены ежегодно проходить процедуры перерегистрации цены со всеми вытекающими сложностями в виде сбора всех требуемых документов, потери времени, бюрократической волокиты, финансов и так далее. При этом в кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения отсутствует обязательность ежегодного утверждения предельных цен. Коротко о происходящем за пределами страны. Рекордное повышение цен в Аргентине вынуждает местных жителей отказываться от мяса. Виной всему инфляция в 200%. Это один из самых тревожных показателей в мире. Зарплаты и пенсии не успевают за таким быстрым удорожанием. Люди не могут закрыть базовые потребности. Простые аргентинцы больше не зовут друг друга в гости. Традиционное для этого сезона барбекю пока отложили до лучших времен. А пока более 40% населения страны живет за чертой бедности. И это только официальная статистика. Раньше посиделки с друзьями и родственниками за барбекю доставляли мне колоссальное удовольствие. Но сейчас это просто невозможно. Каждый день тяжкий выбор между мясом и овощами прокормить семью из шестерых людей непросто. Мы исключили все те продукты, которые делали нашу жизнь чуточку ярче. Я уже стара и мне жаль, что я скорее всего уже не увижу свою страну в рассвете. Ну и напоследок вернемся в Казахстан, а точнее в пункты обмена валют. Средний курс доллара на сегодня составляет 456 тенге плюс-минус 50 тиен. Евро слегка перешел отметку в 500, а что касается российского рубля, то его можно приобрести в среднем за 5 тенге 15 тиен. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!